Всех приветствую на моем канале. Компания Рено опубликовала первое официальное изображение нового поколения своих бюджетных автомобилей Логана и Сандера. Автомобили были показаны в исполнении для рынка Европы, где они продаются под брендом Dacia. Как можно заметить, автомобили очень сильно изменились по сравнению со своими предшественниками. Если Логан первого поколения всем своим видом показывал, что он является максимально дешевым автомобилем, то во втором дизайнеры постарались наделить его внешний вид привлекательностью. Тем не менее, его внешний вид оставался компромиссным. Глядя на ранний рендер, казалось, что Логан и Сандера третьего поколения в плане внешнего вида ни в чем не будут вступать к другим представителям бюджетного B-класса. Конечный же результат все же получился более скромным. Но для начала я хочу вам порекомендовать один очень интересный автомобильный сайт. Это проект от отечественных разработчиков под названием 1000auto.ru. На сайте представлены все автомобили, которые есть в продаже или когда-либо продававшиеся в России с ценами и комплектациями. По моему личному мнению, данный сайт просто не имеет конкурентов по уникальности контента и уровню его реализации. Фактически 1000auto.ru это каталог автомобилей, который поможет вам сравнить любые автомобили между собой и выбрать машину по вкусу. Ссылку на сайт 1000auto.ru я оставил в описании к этому ролику. Автомобили получат полностью светодиодную переднюю и заднюю оптику. В профиль видны заметные выштамповки на передних и задних крыльях. Тем не менее, как и прежде, именно при взгляде сбоку бросается в глаза бюджетность автомобилей. Наиболее привлекательно, пожалуй, выглядит приподнятый хатчбэк Сандера Stepway. Пластиковый обвес по периметру кузова делает его внешний вид наиболее завершенным и лаконичным. При этом, по имеющейся информации, в России новый Сандера будет доступен лишь в таком исполнении. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вариант дизайна вам нравится больше всего. Тот, который мы видим на ранних рендерах, или тот, который мы получили в итоге. Как и ранее, модельная гамма автомобиля будет состоять из седана Logan, хатчбэка Сандера, приподнятого кросс-хатчбэка Сандера Stepway и универсала. Причем, если во втором поколении универсал назывался Dacia Logan MCV, то в новом машина получит имя Dacia Largus. Также, как в нашей стране, называется универсал на базе первого поколения, продающийся под брендом Lada. При этом Largus на базе третьего Логана будет предлагаться исключительно в кросс-версии. Для него будет доступен третий ряд сидений. Внешний вид передка автомобиля для европейского и российского рынка будет различным. В России, где машина будет предлагаться под брендом Renault, она получит измененную переднюю часть, выполненную в корпоративном стиле французской марки. Изображений салонов новинок компания Renault пока что не опубликовала. Тем не менее, на фотографиях экстерьера можно заметить наличие большой планшетной мультимедийной системы, а значит, с высокой степенью вероятности архитектура салона новинок будет во многом повторять последние модели Renault. В первую очередь стоит ориентироваться на интерьер Renault Clio последнего поколения, но в отличие от него салоны Логана и Сандера будут выполнены исключительно из жесткого бюджетного пластика. Кроме того, у них не будет цифрового приборного щитка, а экран мультимедийной системы будет иметь меньшую диагональ. В то же время у новинок сохранится электромеханический стояночный тормоз. Такие машины для европейского рынка должны в базе получить 6 подушек безопасности. Машины текущего поколения предлагаются с четырьмя подушками. В России же и вовсе с двумя. Боковые идут лишь за доплату. Кроме того, европейские автомобили должны получить систему автоматического торможения и удержания автомобиля в полосе. В техническом плане новое Renault Logan и Сандера изменятся кардинальным образом. Машины текущего поколения строятся на бюджетной платформе B0. Третье поколение переедет на новую платформу CMF B-Drop LS. LS расшифровывается как Low Specification, то есть упрощенное исполнение. В этом будет ключевое отличие новинок от того же европейского Clio, который построен на стандартной CMF. В первую очередь упрощенное исполнение платформы подразумевает установку более простой электроники. В то же время высокая степень унификации между разными версиями платформы позволяет при необходимости установить на новый Logan и Сандера всю ту же электронику, которая ставится, например, на новый Clio, если этого потребует, например, вновь уже значившиеся требования по безопасности. Вообще, по этой самой безопасности новые Logan и Сандера должны сделать заметный рывок вперед. Текущее поколение по этому показателю является одним из самых худших автомобилей на европейском рынке. Кроме того, для некоторых рынков, например, для стран Латинской Америки, автомобили были еще дополнительно упрощены. В результате чего вообще провалили краш-тесты. Новые Logan и Сандера должны получить гораздо более жесткие кузова, что должно наконец-то позволить пройти европейские краш-тесты на достойном уровне. Кроме того, на машинах появятся недоступные ранее средства активной безопасности. Вроде уже упомянутую систему автоматического торможения, которая в ближайшее время на европейском рынке станет обязательной. В остальном же машина останется достаточно простой, чтобы сохранить привлекательную цену на нее для конечного потребителя. Так, в частности, даже для европейского рынка у автомобиля будут задние барабанные тормоза. Подвеска останется самой простой. Спереди это стойки Макферсон, сзади полузависимая балка. На европейском рынке новые Logan и Сандера будут предлагаться с литровым бензиновым мотором, как атмосферным, так и турбированным, а также полуторалитровым дизелем. Бензиновый литровый трехцилиндровый двигатель выдает 70 или 100 лошадиных сил, в зависимости от исполнения. Турбодейсель развивает 109. В качестве трансмиссии будет предлагаться пятиступенчатая механика и пятиступенчатый же робот с одним сцеплением. Logan и Сандера для российского рынка будут несколько проще. В частности, из средств активной безопасности у них могут остаться ABS и ESP, а в базе будет лишь две подушки безопасности. В качестве же двигателя будет предлагаться ниссановский мотор 1.6 с пятиступенчатой механикой, либо вариатором джатка JF015E. Старые же французские моторы на 82 и 102 лошадиные силы должны исчезнуть из модельной гаммы. В Европе продажи новых Renault Logan и Sander должны начаться в декабре этого года. Новый кросс-универсал Largus должен увидеть свет во второй половине следующего года. В России же новинки встанут в конвейер Автоваза не ранее 2022 года. В данный момент Автоваз постепенно занимается освоением платформы CMF, на которой будет построена новинка. В частности, один из поставщиков Автоваза, компания Рулевые системы, получила льготный кредит от Фонда развития промышленности на сумму 192 миллиона рублей на реализацию проекта и локализацию выпуска рулевого механизма для автомобилей на данной платформе. Также на территории Автоваза в июне этого года были засняты несколько новейших Renault Clio, доставленных туда для всесторонних испытаний. Что же касается цен, то новый Renault Logan, естественно, станет дороже. По этому показателю он приблизится к конкурирующим Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. С учетом ежегодной инфляции, по сравнению с текущим уровнем, цены вырастут как минимум на 100 тысяч рублей. Дорогие исполнения подорожают еще сильнее. Стоит рассчитывать, что цены на новый Logan будут лежать в диапазоне от 800 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч рублей. А на данный момент это вся информация о новинках. Как только появятся новые святения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомление о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк и написать в комментариях, как вам новые Renault Logan и Sandero. На этом у меня все, огромное вам спасибо за просмотр, не болейте и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok